Всем привет! Меня зовут Алена и вы на канале Караколь Сич. Сегодня я буду отвечать на первой мой в жизни тег. Тег от Алины и название его мое выживальное начало. На самом деле я даже не читала вопросы, но так как я подписана на Алину и смотрю регулярно ее видео, я знаю, что вопросы интересные и я видела также, что девочки многие отвечали на ее вопросы, поэтому я решила тоже. И также мои подписчики, первые мои подписчики спрашивали, почему я не отвечаю на вопросы. Окей. Так, по заявкам приступим. Так. Сколько лет вы вышиваете? Первый вопрос. Сколько лет вы вышиваете? Ну, я вышиваю больше 10 лет. Точно не скажу, потому что не помню, но может быть 9. 9-10. Какая была ваша первая картина, поковая ее судьба. Моя первая картина была от Dimensions. Маленькая картинка с котиком. Котик на ветке или держись, как-то так называется. 13 на 18 из Gold Collection Petit. И это как раз первый мой опыт знакомства с вышивкой. И так как мне сказали, надо купить маленькую легкую картинку, но я не подумала, маленькая легкая для меня маленького размера. И то, что это Dimensions я не знала, и то, что Dimensions, в общем-то, далеко не легкие, что много стежков используют. Ну, в общем, куча всего. И я, естественно, купила маленькую из размеров. Намучилась я с ней, честно сказать, очень даже. Но все равно я ее вышила достаточно быстро. Распарывала два-три раза там участки, да. Но вышила я ее где-то за полтора месяца. А так. Почему вы стали вышивать? Был ли у вас учитель или вы самостоятельно стали всему учиться? Учителя у меня как такового не было. На иглу меня подсадила моя подруга. Вернее, можно сказать, даже две подруги. Одна была девушка в положении вышивала метрику для своего будущего малыша. И я увидела, но как-то это вообще было мое, наверное, первое знакомство с вышивкой, что ли, можно так сказать. Хотя в школе, по-моему, на уроке домоводства или там труда, мережку нам показывали, как вышивать. Ну, что же такое? Ну, это прошло мимо меня. Вот. Меня это не зацепило. И вот моя вторая подруга, у которой я увидела дома шикарные две работы, от The Mansion, тоже золотая коллекция. Я была просто в таком восторге. И я сказала, слушай, я хочу попробовать. Ну, вот она мне посоветовала купить маленькую картинку. И, в общем-то, она меня и посадила на иглу. Ну, и показала пару, наверное, как крестики. Вернее, даже... Да, она мне показала пару крестиков. Но она мне... Самое главное, что сказала, что верхние стежки должны обязательно в одну сторону быть направлены. Ну, вот я так и придерживалась. В принципе, сама училась. Даже на YouTube не лазила и в интернете какие-то искала. Но очень мало. То есть методом проб и ошибок на самом деле. То есть на форуме сидела, на девичнике. Смотрела там, читала. То есть самостоятельно. Какими аксессуарами для вышивки вы пользовались в начале своего творческого пути? Ха-ха, такими же, как и сейчас. И вот прошло 10 лет. И я все на том. Пяльцы и все. Органайзеры, которые есть либо в наборах, либо я в предыдущих видео показывала. Я вырезаю из плотного картона такие планшетки. Сама делаю дыроколом дырочки. Сама подписываю. То есть никаких дубков, никаких там паку или еще каких-то органайзеров, станков, пюснапов. Не знаю, господи, что там еще? Ножничек, сапелек. Ничего. У меня такого нет. Ножнички маникюрные, карандашик простой. Пяльца. В общем, по старинке одна иголка. Не использую я по всем цветам. То есть не паркую я эти иголки. Не знаю, как-то так вот сложилось. У меня и так я и придерживаюсь. Вообще совершенно не меняю свой стиль. Хотя, наверное, сейчас уже мне хочется попробовать, что такое пюснапы. Какие-то, не знаю, кросс-пич, станок этот всеми любимый. Или иволгу, не знаю. Ну, посмотрим. Посмотрим. Пока нет. Пока вот пяльца форевер. Поменялись ли ваши вкусы по сравнению с началом вышивки? Да нет. Не поменялись. Как я любила вышивать животных, цветы, людей, в принципе, дома. Так я и люблю. Смотрю просто какие-то, может быть, поинтереснее цветовые решения. Или, может быть, акварельные, наоборот, если цветы. Но, в принципе, нет, не поменялось. Видите ли вы разницу внешнего вида вашей работы в начале и сейчас? Да, конечно, сейчас изнанка более ровная, крестики более ровные. На мой взгляд, не знаю. Но мне кажется, по крайней мере, и работы более сложные. То есть я уже беру и вышиваю более крупные, примитивные работы. Легкие мне просто уже неинтересны. Я лучше буду вышивать целый год одну работу тяжелую, чем 10 маленьких, легких. Это для меня какая-то пустая трата времени. Не знаю. Так, знаете ли вы, знали ли вы о существовании таких материалов, как набор известных производителей? Конва Звейка, Звейгард, нитки ДМС, Мадейра, Анкор и прочее. И было, или было все равно? Да, конечно, было все равно. То есть, абсолютно. Знала, что конва Аида. А какая там Звейка, Звейгард или еще какая-то вообще абсолютно. И нитки тоже Дименшус, потому что в основном покупала наборы Дименшус. Потом уже, в будущем, да, как бы стала покупать. Да и сейчас я особо не очень-то сильна в тканях. Знаю только, что Звейгард отличается, что у него там эта полосочка. Вот это единственное, что я знаю. Остальные, как вот равномерки и так далее, вообще для меня темный лес. Ниточки ДМС в основном использую, потому что здесь у меня другие не продаются. Просто-напросто. Раньше еще покупала Анкор. Анкор мне даже, на самом деле, мне кажется, мне Анкор даже нравится больше, чем ДМС. Ну, не знаю, по крайней мере, так у меня в памяти осталось в голове. Не знаю. Выросла ли у вас скорость вышивки по сравнению с началом? Да, выросла, выросла. Но все зависит от времени. Если времени у меня много, то я могу быстро вышить в картину. Да, могу вышивать 4 часа, и скорость увеличилась, мне легче. Если раньше я не могла не зачеркивать схему и очень внимательно каждый значок смотрела, то сейчас, когда вышиваю, у меня уже в голове, то есть мне не надо, я беру нитку, я уже знаю, какой это значок, то есть я, ну, подсматриваю, конечно, схему, да, там, включи, но на самом деле все это ускорилось, как-то уже работает по-другому. То есть и схему не зачеркиваю, глазами пробежала, уже знала, где, что, то есть так. Так. Знали ли вы о разлиновке канвы или вышивали на чистом поле? Ваше впечатление. Вышивала и вышиваю. Никогда не разлиновывала. Даже когда вышивала с угла, всегда отсчитывала просто, но не разлиновывала. Мне неудобно, мне, меня, мне мешают. Хотя у меня есть этот сломатер, наверное, он уже за 10 лет высох, я его так и не открыла ни разу. Но купить купила. Это, кстати, возвращаемся о аксессуарах. Так. Каков был ваш хомячий уголок через год вашего увлечения? Примерно опишите. О-о-о, через год у меня, наверное, было работ в 20-25 у моей норки. Вот. Ну и в основном Dimensions. Мне кажется, даже только Dimensions. Потом я стала покупать RCO, Reallist. А первое время только Dimensions. И больше я даже не рассматривала других производителей. Не знаю, почему. Такая вот я. Нравились ли ваши работы окружающим? Да, нравились. И все говорили, вау, как классно. И даже на работе, когда в обеденный перерыв приносила, садилась повышевать чуть-чуть, девочки, коллеги всегда подходили, смотрели. И даже пару девочек я подсадила на иглу из моих коллег. Ну, это было там 10 лет обратно. Так. Тринадцатый вопрос. Увлекались ли вы чем-то другим до вышивки? А сейчас? Ну, чем-то другим. Ну, я люблю собак. У меня всю жизнь собаки. Я занималась дрессурой собак. А еще я проводила, работала, работала. Это хобби мое, скажем. Писала сценарии для свадьб, проводила свадьбу, устраивала конкурсы. Делала конкурсы для... И проводила для детских дней рождений. Сама делала какие-то декорации. Ну, вот такое хобби. Ну, сейчас, конечно, это меня не занимает. Но собака у меня есть. Дрессировкой я уже тоже так усиленно не занимаюсь. Но дрессирую свою собаку по мере возможностей. Больше времени, конечно, из моего хобби эта вышивка занимает. Еще я... Мне очень нравится. У меня есть проекты сделать украшения. Ну, посмотрим. Они уже зарисованы, материалы подобраны. Но это ювелирные украшения. Не из бисера и не из таких камушков, которые продаются, а из природных материалов. Ну, посмотрим. Это так. Проекты на будущее. Так, что еще? Были ли у вас перерывы в вашем хобби? Да, были. Я в своем видео о знакомстве рассказывала, что я несколько лет не вышивала. Вернее, ну, нельзя сказать, что совсем не вышивала. Вышивка всегда была со мной или рядом с кроватью, на тумбочке, в комнате. В общем-то, пыталась, пыталась вышивать хоть по одной ниточке, да, иногда. Но реально было время, где, наверное, года полтора-два я вообще не бралась. То есть это был переезд, смена местожительства, смена страны. И было просто не до этого. Вот. Хотя, я говорю, все равно вышивка все время лежала рядом со мной, и я все время ее там трогала, доставала. Ну, как мы все ненормальные вышивальщицы, если вышивальщицы, всегда пощупать, потрогать, понюхать, полюбоваться. Пусть даже там пару крестиков, но все равно тканюшку подержать, картиночку посмотреть. Не без этого. Так. Увлекались ли вы чем-то другим до вышивки, а сейчас? Ага. Это я уже ответила, извиняюсь. Четырнадцатый вопрос. Поменялась ли ваша жизнь с того момента, как вы сели на иглу? Да нет, не поменялась. Не поменялась, просто приоритеты немножко поделились между моими увлечениями. В принципе, совершенно не изменилась. Из-за того, что меня подходили на иглу, жизнь моя не изменилась совершенно. И пятнадцатый вопрос, последний. Сможете ли вы жить без вышивки? Ну, девочки. Ну, как вам сказать? Ну, конечно, смогу. Если обстоятельства сложатся, конечно, я смогу. Ну, что мне будет жалко, мне будет печально. Но жизнь продолжается. И сегодня увлекаешься одним, завтра увлекаешься другим. Семьяцкая натура увлекающаяся. Так что я думаю, что, да, смогу прожить. Хотя сейчас меня это вопрос не так волнует, потому что я вышиваю, у меня есть моя норка, у меня есть мои проекты, мои хочушки. Ну, все как всегда, как у всех вышивальщиц. Ну, вот, закончила я отвечать на вопросы Алины. Алина, спасибо, очень интересные вопросы. На самом деле, первый раз их сейчас вот читала и отвечала, да. Девочки, ну, если вам понравилось, то ставьте лайки, пальцы вверх. И всем спасибо за просмотр. Пока-пока, до встречи. Чао. Субтитры сделал DimaTorzok